Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы находитесь на канале Япония Транзит. И сегодня финальная серия про Хонду Везель, который был куплен по проекту Битва за хайп нашего местного блогера Ивана Килина. Позади меня стоит белая коробочка. Угадайте, что находится в ней сейчас. Прямо напишите, поставьте на паузу, напишите в комментариях, что в этой коробке. Тот, кто угадает, молодец. В общем, вот коробочка. Я сейчас ее распакую. Бантик, чудесный бантик. Так. Или я-то уже вижу, что в коробочке. Все, поехали. Чудесами монтажа появляются ножницы. Они здесь необходимы. В общем, режем ленточку. Режем, режем. А здесь вот такая красотища. Первое место. Иван Килин, лови хайп, Япония Транзит. Обалденный, просто обалденный торт. И большое спасибо Евгению за этот подарок. Блин, круто. Вот круто, когда не только ты даришь подарки, и тебе дарят подарки. Обалденно просто. Мы сейчас его все скушаем. Но вы не переключайтесь, оставайтесь с нами. Бита за хайп, Хонда Везель, Детейлинг. Погнали. Ну все, друзья, настал тот день, когда мы повезем машину на Детейлинг. Мы сейчас у нашего офиса. Позади меня этот красавчик в обвесе от модула. Мы сейчас прыгаем в машину, едем на Детейлинг и начинаем вам рассказывать о том, какие работы будут производиться. Ну и покажем вообще, что это будет за движуха. Поехали. Ну все, едем по столице Дальнего Востока. Это сразу понятно. Вот за моим окном Nissan Leaf, Azeo, электромобиль там CSR. Ну в общем, право руль просто 99% на дорогах. Едем тоже на нашем красавчике Хонда Везель. Гибрид, передний привод, максимальная комплектация, гибрид Z. На модула, в общем, ну я вам уже все рассказывал. Едем сейчас на Детейлинг. Покажем вам всю процедуру, что будет делаться с машиной, какие работы будут проводиться. Специалист покажет автомобиль, ну оценит лакокрасочное покрытие. Потыкаем его толщиномером, посмотрим те моменты, что были указаны на аукционном листе, сколько микрон они покажут. Ну в принципе, будет интересный выпуск. Я думаю, вам тем более будет интересно, очень насыщенный. Поэтому оставайтесь с нами. Сейчас приедем, покажем вам, в каком состоянии автомобиль до. Ну и потом процесс всех работ. Поехали с нами. Мы приехали на Детейлинг. Это Блейк Гейт Студио. Это наши друзья, которые согласились поучаствовать в этом проекте, помочь Евгению, новому владельцу этого Везеля, преобразить его автомобиль с аукционов Японии, который мы привезли специально по проекту Битва за Хайп. Сейчас мы находимся у них на боксе. Сейчас мы познакомим вас с владельцем этой студии. Он расскажет нам про особенности лакокрашного покрытия. Потыкаем толщиномером, посмотрим, сколько микрон в той части, где были замечания по аукционному листу. Расскажем про комплекс работ, которые будут произведены. И попробуем выбить какую-нибудь скидочку для наших клиентов для дальнейшего обслуживания машины здесь, на Блейк Гейт Студио. Поэтому оставайтесь с нами, сейчас будет очень интересно. Друзья, ну сейчас мы поговорим с руководителем Блейк Гейт Студио. Это Владимир. Владимир, привет! Дмитрий, привет! В общем, рассказывай, какие работы, что будешь делать с машиной? В общем, будем делать наш фирменный бетеллинг комплекс. Сделаем полировочку, химчистку, керамику. В общем, машина будет как салон. Ну я тогда передам слово профессионалу. Послушайте Владимира, он очень компетентный человек. Сейчас он вам расскажет все про эту машину и конкретно, что нужно будет с ней делать полностью. В чем будет заключаться наш фирменный комплекс работ? Прежде всего, автомобиль нужно подготовить, хорошо отмыть. Начинаем мы с детейлинг мойки моторного отсека. Изначально обрабатываются все контакты, все фишечки, абсолютно все открытые соединения и проводка обрабатываются диэлектрическим составом, который не позволит пропустить воду. Далее обрабатываем специальным гелем, убираем пыль. Возникают где-то потеки масла, бывают при замене, вдруг неаккуратно залили и так далее. Какое-то отпотевание. Но, в принципе, на этом автомобиле такого нет. Есть какие-то пылевые, грязевые отложения, кусты, всякие листва. Отмываем. Затем мы сушим двигатели. И у нас есть специальное оборудование, турбосушка под высоким потоком воздуха, теплого. Высушиваем весь пластик, все контакты, выдуваем пыль, воду с катушек. И затем консервируем двигатель. Консервант – это специальный состав, который пропитывает весь пластик. Вот здесь видно, уже патрубок воздуховода начал белеть. Это говорит о старении резины. То есть верхние слои уже старые. Это все помоется, почистится и законсервируется. Далее мы отмываем видимые элементы подвески. Отмываем арки. Здесь они фетровые. Будем их химчистить. Отмываем подвеску. Обязательно поднимаем автомобиль на домкрате, чтобы растянуть всю стойку и почистить пыльники, чтобы они служили гораздо дольше. Почему вообще лопаются, трескаются пыльники? Потому что между складками забивается грязь, и при работе амортизатора возникают проблемы. Также отмоем суппорт от колодочной пыли. Диски колесные. Здесь они тюнинные, поэтому будут выглядеть очень красиво. Здесь мы видим коричнево-черный налет, что говорит о обильном пылевыделении. Все это решим. В мойку включена также мойка дверных проемов, резинки, уплотнители, гофры и так далее. Чтобы резинки у вас зимой не дубели, все обработаем, законсервируем. Подготовили автомобиль. Дальше мы приступим к полировке. Как мы видим, состояние лакокрасочного покрытия оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что автомобиль высокого аукционного балла, будем его полировать. Здесь большие отложения водного камня, много царапин, мелких, крупных царапин нет. Такой мелкий зачосик, так сказать, профессиональным языком. И будем выводить всю поверхность автомобиля до идеально зеркального состояния. Далее полируем лобовые стекла. Здесь также видны царапины от дворников. Где-то веточка попала, еще что-то. И в ночное время суток при движении по городу от встречных фонарей есть небольшие блики. Также водный камень на стеклах боковых, на зеркалах, все будет полироваться. После полировки автомобиля приступаем к химчистке. Здесь у нас салон с комбинированной кожей. По коже есть определенные нюансы. Жировые отложения на коже. В принципе, ткань в хорошем состоянии. Потолок тоже видно, что до покупки японец не курил. Потому что нет никаких отложений на потолке. И вредного запаха тоже нет. Но в любом случае все почистим. Кожаные вставки законсервируем. Обработаем кондиционером увлажняющим, чтобы кожа при перепаде температур не трескалась. А также отполируем глянцевые вставки возле селектора робота. Чтобы они были максимально блестящие. И после всего этого защитим. Нанесем антидождь на лобовое стекло, чтобы меньше использовать дворники. Заменим дворники. Это, кстати, стоят не оригинальные дворники. Мы заменим дворники. Поставим японские дворники PIA оригинал. Также обработаем антидождем лобовое стекло и два боковых. И нанесем керамику Crytex. Три слоя на кузов автомобиля. Два слоя будет 9H. Будут служить хорошей механической подложкой. Что укрепит лак. Меньше будут образовываться царапины. Меньше будет зачеса. И поверх нанесем еще пару слоев гидрофобного покрытия. Crytex Mega 8. Это композит. Меньше будет прилипать колодочная пыль на кузов. Меньше будет металлических вкраплений. Образование царапин. Автомобиль будет абсолютно новый, свежий и блестящий. Самый главный вопрос, про который меня лично спрашивали, про который я упоминал, это аукционный лист. У нас указана замена переднего крыла и малозаметный ремонт двух правых дверей. Сейчас мы на детеллинге и здесь есть толщиномер. У Владимира есть компетенция по окрашенному покрытию. Поэтому давайте мы сейчас этот момент и проверим. Мы смотрим за нормальное значение. Мы всегда берем крышу. Правильно? Да, можно проверить эталон. Потому что кузов бывает подкрашивается, где-то ремонтируется. За эталон мы всегда принимаем крышу, потому что она реже красит. Показания 111 микрон. Примеряем в нескольких точках, чтобы понимать. Покрас завода идет неравномерный. В пределах от 80 до 130 микрон. Это приличная, хорошая заводская покраска. Ну, я думаю, мы возьмем где-то 100, да, микрон, среднее значение? Я думаю, что 110 микрон мы можем брать за эталон. То есть в любом случае вдруг автомобиль уже где-то полировался в Японии, где-то подготавливался. Еще какие-то нюансы. Покрас мы увидим сразу. Давайте уже потыкать, посмотреть. Мне интересно. Так, ну, по капоту у нас 117, 107. В принципе, по окном на листу у нас... Мне указано, что это ремонт был, да. Да, у нас идет замена левого и правого крыла и незаметный ремонт двух дверей. Давайте проверим и посмотрим. По крылу у нас 150 микрон. То есть я предполагаю, что просто нанесли слой лака, освежили при полировке. Ну, здесь что, где-нибудь посмотрим, прям такие места. Уголочки 140 микрон. Сейчас мы еще глянем. Варварский пункт. Дверь 103 микрон. Здесь по аукционному листу отмечен незаметный ремонт, соответственно, близко к заводским показателям. Это даже заводские, получается, его вообще не красили. 115 микрон. То есть мы идем... 105. 98. То есть, в принципе, это заводской показатель. Вообще не красилось. У тебя стоит, что это... 359 микрон. 140. То есть мы в хаотичном порядке. Вы не думайте, что где-то посередине есть кусок шкуклевки. Здесь все пробивается на гранях, но на полостях всегда показывают чуть больше. Ну, то есть, да, по факту получается, что у нас есть вторичный окрас только задней пассажирской правой двери. А эта дверь вообще не трогалась, а крыло, где указана замена, есть тоже вторичный окрас. То есть, по факту, никакой шпаклевки вообще ничего на автомобиле нет. И, в принципе, даже если бы поставили R-ку, ну, я думаю, что оценивается же общее состояние машины. Видимо, общее состояние машины было, ну, на оценку. То есть она получила за это балл. В общем, друзья, все окей с этой R-кой. Никаких проблем нет. Все отлично. Все заводские настройки и так далее. Поэтому не переживайте. Можно покупать, если покупать правильно и с головой. Поэтому отнеситесь к этому с пониманием. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Друзья, ну, вы сами все видите. Везель сияет просто как новенький. Как будто мы его только что выгнали где-то от дилера. Где-нибудь в Осаке или в Таяме. И он просто персик. Я думаю, вам нужно посмотреть на него поближе. Так что, пожалуйста. Ну, наконец-то. Этот день настал. Мы подтвердили каждое свое сказанное слово в проекте Ивана Кильна «Битва за хайп». Мы подтвердили свои лидирующие позиции на рынке импорта автомобилей из Японии. И за моей спиной сейчас результат всей проделанной работы огромного количества людей. Это наш долгожданный Honda Vezel, который мы отполировали. Покрыли керамика. Сделали химчистку салона. Моторного отсека. Отмыли арки. Отмыли колеса. Короче, сделали вообще абсолютно все. Вот такой вот огромный список услуг. Вот такая была смета. И за все это заплатили мы. Никак клиент за это не платил ни копейки. Большое спасибо нашим друзьям. Детельник студии Blackgate за то, что это сейчас является возможным. Показать вам вот такой офигенный результат. И вдобавок ко всему, друзья, вы все, абсолютно все меня просили сделать какое-то уникальное предложение для наших подписчиков. Для подписчиков Япония Транзит. Для клиентов компании Япония Транзит. И я уговорил Владимира сделать такое предложение. И мы теперь делаем здесь автомобили для наших клиентов. Естественно, не бесплатно, но за очень хорошую и сладкую стоимость с очень большой скидкой. Весь прайс вы можете узнать у менеджера компании. Но я вам скажу, что там от 12 тысяч рублей за кей-кар полный детеллинг комплекс и химчистка вашего автомобиля после того, как он придет в Россию. Это офигенное предложение. Пишите своему менеджеру, если вам это нужно. Если вы являетесь нашим клиентом, и вы хотите освежить, обновить свой автомобиль и почувствовать снова запах вот этой новизны. Помимо того, что он так новый из Японии пришел, вам еще здесь его освежат. А теперь мы, наверное, поедем, покатаемся по красивому городу Владивостоку. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, короче, друзья, я думаю, вы сами сейчас все видели. Что происходит в нашем городе? Посмотрите на этого красавчика, как я его могу сейчас выгнать отсюда и показать его нынешний Владивосток, который весь развалился, к сожалению. Поэтому, наверное, все-таки не пойдем кататься. Ну, возможно, с ним пока точку, когда мы повезем его на отправку. Но сейчас, честно, у меня рука не поднимется завести его и просто, блин, он не видел еще того, что происходит в России. Он еще не знаком с реалями нашей страны. Поэтому давайте мы не будем его насиловать. Он вот тут постоит, подождет, пока мы привезем масла, коврики, сигнализацию. Все, что пообещали. Сейчас поедет человек, все купит. И у нас пришел второй ключ, как я тоже обещал в ролике. И, кстати, раз уж мы не прокатимся, подскажу один лайфхак. Всем владельцам гибрид Z-комплектации Honda Vezel на заметочку. Если у вас кнопка открыть-закрыть, казалось бы, обычный пультик, да? Зажимаем кнопку открыть. У нас открываются все четыре стеклоподъемника. Допустим, такая ситуация лета. Вы не пользуетесь кондиционером, не заправленным, еще что-то. Вы выходите из машины, все ваши друзья вышли из машины вчетвером. Вам нужно закрыть тачку, чтобы не заморачиваться и не тыкать вся стеклоподъемника. Нажимаем закрыть автомобиль и зажимаем кнопку. Обалденно. Лучше свернулись, окна закрылись, и вы пошли с друзьями кушать. А машина в целости и сохранности. Офигенная функция, я этого раньше не знал, так что всем владельцам на заметку. Друзья, мы не уехали в прошлый раз, потому что Владивосток смыло тайфуном и не хотелось портить работу и труд людей. Поэтому машины оставили сухости и тепле. Как только три дня солнышко высохло, все на улице у нас. Так что теперь можно ехать спокойно в транспортную компанию и покажем вам уже конечный этап фух этого проекта «Битва за хайп». Так что давайте, поехали с нами, прокатимся. Все, последняя дорога, крайняя дорога этого автомобиля по городу Владивостоку. Сейчас мы заедем на офис, заберем все, что мы докупили в автомобиль. Там куча в общем позиции попросил Евгений приобрести. Мы все это сделали и сейчас все, отгоним его в транспортную компанию. Машина поедет с ЖД-контейнером до Москвы. Это стоит 58 тысяч рублей. Компания Грандсервис, можете загуглить, это не реклама. Мы всегда отправляем через ними в Москву, если человек хочет ЖД-отправку. Далее, машина готова. Машина, как говорится, после мойки плюс 20 лошадиных сил минимум, поэтому ехать на ней одно удовольствие, в ней пахнет новым автомобилем, все очень круто. Ребята из Благгейт Студио реально постарались и за это им большое спасибо. Плюс, что машина у них очень долго стояла и они нам выделили это парковочное место в тепле, в сухости, чтобы она сохранила вот этот свой лоск после покрытия керамикой. Большое спасибо вам всем, кто наблюдал, кто переживал, кто следил, кто писал положительные комментарии, кто нас поддерживал. Это реально мотивировало. Мотивировало сделать все по совести, все сделать честно, как мы изначально обещали и заявили. В принципе, все так и сделали. Абсолютно каждое наше слово мы подтвердили действием. И это самое главное, за что я переживал. Я хотел показать то, что мы люди слова, что мы ведем свое дело честно, и в принципе мы это доказали. И Иван Килин тому был гарантом, а вы все это видели. Как бы никто от вас ничего не скрывал. Итог такой, что сейчас мы едем на этой красавице. Это Хонда Везель, это там 49 тысяч пробега. Офигенное состояние, максимальная комплектация, 1 миллион 29 тысяч рублей она вышла для клиента. И сейчас мы отправляемся на отправку, и эта история закончится. И вы наконец-то увидите этот ролик, который мы снимали, наверное, в общей сложности 7 съемочных дней. А по времени, наверное, больше месяца. Это реально было сложно, но теперь вы увидите результат. Так что еще раз всем большое спасибо, и, наверное, мы увидимся уже в следующей серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok